Всем привет, с вами Егор Ирушин, извините, что я долго не выпускал роликов, если честно, я немножко приболел, да и не особо меня мотивировало то, как вы посмотрели крайний ролик на этом канале. Я думал, что у нас с вами есть определенные договоренности по лайкам, по поддержке, по интересному контенту, а оказывается, у нас были эти договоренности весьма односторонними. Поэтому, к сожалению, мне вновь придется, пока всему на один ролик, но вернуться к такому около фастфудному контенту и поговорить про слухи, про то, о чем сейчас говорят, так сказать, твиттерные улицы. Как вы уже знаете по ролику на этом канале, я являюсь поклонником группы Falling in Reverse, поэтому я, как и остальные, 13 января не смог пропустить их новый трек и клип под названием Watch the World Burn. Сегодня не столько будет обзор этого сингла, потому что, в принципе, я уже в Телеграме написал все, что я об этом сингле думаю. Он мне, если честно, не особо понравился, но ролик совершенно не про это. Дело в том, что с выходом этого трека и с его успехами в чартах и прочих местах пришло некое, ну, такое большое изменение в том, как Ронни Радкин, вокалист группы, собственно, ведет себя в соцсетях и вообще. Он никогда не был особо схромняшкой, но сейчас просто что-то сумасшедшее происходит, и именно про это мы сегодня поговорим. Если вам интересны вот такие вот ролики, покажите мне это лайком на этом видосе, давайте 3000 лайков поставим и напишите комментарий, это реально очень сильно помогает, комментарии меньше, чем из 5 слов, больше, чем из 5 слов. Ну, хотя, знаете, можете и меньше, чем из 5 слов написать, в принципе, неважно. Да, если вам к концу ролика этот ролик перестанет нравиться, то просто уберете свой лайк и все. А знаете, прекрасное место, в котором можно послушать и этот трек Falling in Reverse, и все треки моей группы, это, конечно же, Spotify. Но, как вы знаете, с прошлого года пользоваться Spotify в России стало немного труднее, однако это не невозможно. И все благодаря спонсору сегодняшнего ролика, Спотиботу. По сути, сервис работает очень просто. Вы пишете в Telegram в бот, выбираете тарифный план, который вам нравится, оплачиваете его с любой карты, предварительно, разумеется, написав промокод Ярушин и получив скидку. Ну, а потом уже за чем дело стало, можете просто пользоваться, наслаждаться, как будто Spotify из России и не уходил. Не стоит забывать, что из-за, собственно, уходов некоторых лейблов из России, теперь музыка групп определенных, даже, возможно, ваших любимых групп, недоступна на Яндексе или на ВК, а на Spotify оно все еще есть. Поэтому проходите по ссылке в описании, покупайте себе подписку на Spotify и, блин, стримайте новые синглмарины, которые выходили не так давно, потому что что-то, блин, плохие на Spotify стримы пока что. Также я надеюсь, что вы не забываете, что когда вы переходите по вот таким ссылкам, вы очень сильно поддерживаете частый выход роликов на этом канале, за что я вам очень благодарен. Если честно, я все еще воспринимаю вот этот по-сингловый выпуск группы Falling Universe треков, примерно по два трека в год, как что-то новое. Однако я был удивлен, когда я понял, что первый сингл из вот этой уже не трилогии, не квадрологии, уже просто из этого сериала, из вот таких вот треков с крутыми клипами там и так далее. Losing My Mind вышел в марте 2018 года. То есть, по сути, этот бесконечный сериал продолжается уже пять лет, с ума сойти. Разумеется, я не буду скрывать, что особенно Popular Monster абсолютно поменял игру. До этого не делали в этом достаточно узком жанре, то есть металкора или там около металкора, да, настолько дорогих клипов, настолько амбициозных продакшенов. Однако у меня есть ощущение, что после Popular Monster ребята немножечко потеряли в качестве. Во-первых, сначала они начали выпускать вот эти Reimagined штуки, они мне не особо, в принципе, зашли, потому что это какой-то избитый формат, да, и плюс эти треки им уже больше десяти лет, да. Мне понравился Zombified. Мне чуть меньше понравился Voices in My Head. Ну, а Watch the World Burn мне не понравился главным образом из-за рэпа. Дело в том, что я слушаю рэп и я держу руку на пульсе того, как сейчас звучат исполнители, и вот этот вот стиль Эминема, там, 2011 года, он мне не особо близок. Плюс есть абсолютный байт стиля и читки Дрейка из трека Energy, на который пальцем не указал только, наверное, Глухой. Тем не менее, трек сделал потрясающие цифры. То есть сейчас даже посмотрим, например, на Ютубе, сколько у него сейчас. Ага, то есть за три недели он уже набрал 13 миллионов просмотров. Это очень круто, даже не для только для металлкорного трека, а для трека любого жанра. На Spotify тоже сейчас посмотрим, что там такое. На Spotify почти 20 миллионов стримов, то есть даже еще больше. Это тоже очень круто. Однако, возвращаясь к главной теме нашего сегодняшнего ролика, как на это отреагировал Ронни. Что ж, он буквально сотни раз написал в своем твиттере на всеобщее обозрение о том, что песня без припева добилась таких цифр. А ну-ка подвинься, Тейлор Свифт. Я буду, короче, на первом месте в топах там и так далее. С песней без припева, песня без припева, песня без припева. Мне очень странно и, возможно, как бы Ронни сам это понимает. И это просто для того, чтобы... Он делает из себя дурачка просто для того, чтобы приводнести как бы вот этот конкретный трек. Однако, ну, есть же такое понятие, как аккумулирование популярности, да? И когда ты выпускаешь два трека в год, разумеется, каждый из этих треков будут твои слушатели очень сильно ожидать. В связи с чем, разумеется, когда он выйдет, они будут очень сильно его поддерживать. И, в принципе, ну, если положа руку на сердце, даже если этот трек был бы еще хуже, но это я как бы за меня, это мое имхо, вполне возможно, что он сделал бы такие же цифры. То есть, по сути, было, в принципе, как бы неважно то, что он бы выпустил на данный конкретный момент, на данном этапе вот этого выпуска треков постоянно. Плюс очень много делает этот клип, потому что клип, безусловно, очень крутой. И, разумеется, они в очередной раз уанаплись. То есть, экранные клипы были очень классные, вот этот клип еще более классный. И, конечно, вот эти фашистские, околофашистские алюзии мне не особо понравились. Но он же объяснил, что это все из Диснея, что возвращает нас к этому тексту, в котором он говорил, что он за Дарт Вейдерит там кого-то. Это просто такой жутчайший кринж. Но, опять же, я отхожу от темы ролика. Вместе с этим Ронни начал хвастаться огромными толпами на огромных стадионах. Дескать, говоря, что вот, я со своей песней без припева вот столько вот людей там собрал, что тоже абсолютно неправильно. Потому что, ну, во-первых, у него была очень длительная карьера к этому моменту. А, во-вторых, ну, это как бы тур Папа Роучи, там Папа Роучи все-таки на первом месте, как хендлайнер записан, да. Плюс там еще Hollywood Undead есть, которые тоже огромная группа. Ну, типа, такое себе, конечно, хвастаться этим, как исключительно своей заслугой, да, мне кажется, не совсем честно. Ну, и плюс, разумеется, эти люди пришли к тебе на концерт далеко не из-за вот этого одного трека, давайте честно будем. Также, когда я в одном из крайних треков, точнее, когда я делал реакцию на один из крайних треков, я очень радовался тому, что Ронни не писишный и не, то есть он не играет вот в эту новую этику, он говорит просто правду матку рубит и, в общем, говорит все как есть. Однако, судя по всему, он зашел в этом достаточно далеко, чтобы теперь каждого человека, который что угодно негативное пишет или говорит про его группу, с каждым из этих людей начинать сраться, начинать ретвитить этого человека, который просто сказал, типа, ну, мне трек не понравится, говорит, что там, а ты страшный, и ты вообще там мой фанбой, да там, это самое первое, второе. Короче, мне кажется, что это не совсем для человека его уровня популярности не совсем правильно, особенно учитывая то, что он зачастую ретвитит людей, которые пишут, типа, я твой фанат, мне не понравился вот этот трек, потому что вот это и потому что вот это. А он этих людей демонизирует, там, и так далее. Очень странно, конечно, когда я отвечаю на комментарии как-то, как вам не нравится, то я токсичный, а когда Ронни отвечает вот так вот на комментарии, то он просто очень крутой и по делам этим дурачкам, как бы не кажется, что какая-то есть нестыковочка. Я думаю, что просто весь этот чартинг и все эти цифры и так далее в очередной раз ударили просто в голову человеку, который и так был, ну, не сказать, что сильно стабилен, потому что, ну, все знают о его проблемах с законом, все знают о том, как он бросал там микрофонные стойки людям в голову на концертах, все знают о том, как он вызывал там группу Ассистарс на бой после концертов там и так далее. То есть ясно, что человек, ну, не совсем в ладах с головой, хотя у него, в принципе, и песен очень много про то, что он типа шизик, да? Тем не менее, мне кажется, что у него есть огромная-огромная возможность превратиться в такого Канье Веста от кор-музыки, если кто-то просто не возьмет его за руку, не остановит и не скажет, что, ну, братан, ты уже борщишь немножечко. Возможно, стоит таким человеком стать кому-нибудь из лейбла или из менеджмента, потому что иначе он может сказать что-то такое, после чего все они останутся без работы. А что вы думаете по поводу всей этой ситуации? Как вам нравится то, что сейчас делает Ронни и говорит? Как вам понравился сам трек? Пишите все это в комментариях. Подписывайтесь на канал и на все мои соцсети, которые будут в описании. С вами же был Горя Рушин. Я желаю вам приятного дня, вечера. И, кстати, уже будет, по-моему, март, поэтому не стоит ли выпустить свой видос про Bad Domains? Ладно, я желаю вам, в общем, хорошего дня. Пока. Пока.